Мы начинаем программу наизусть. Это второй выпуск нашей программы. И программа посвящена 125-летию замечательного русского поэта Бориса Леонидовича Пастернака. Кстати сказать, любимого поэта для всей собравшейся аудитории. Вообще с юбилея Бориса Леонидовича начался год литературы. Это был февраль, 10 февраля. Прошло очень много программ по всем каналам телевидения. И было создано очень много сюжетов. Документальные фильмы показывали. Ну и нужно сказать, что у нас сегодня есть какая-то личная такая еще тема. Это тема столетия написания сборника, цикла Бориса Леонидовича, который называется «Поверх барьеров». Вот как мне кажется, о поэте Пастернаке узнали именно после выхода этого сборника. Ну и конечно в этом году, наверное, есть еще одна дата, которая касается творчества Бориса Леонидовича. Был закончен всем известный роман «Доктор Живаго». Собственно, за этот роман Борис Леонидович в 1958 году получил Нобелевскую премию. Ну а сейчас мы все-таки перейдем, наверное, к этому небольшому циклу «Поверх барьеров». Исчерпан веселим вечерние садами. И вывод таков. На счастье тому же подвергнет серзанию, как сон на блаков. Наверное, бурное счастье с лица и на вид таково, Как улиц по смыти ненастья столиственное торжество. Там мир заключен, и как каин, Там заштамбелеван теплом окраин, Забыт и охаин, И высмея литийми гром, И в исью, и капеликотой, И внятной тем более, что и роща нет счета. Решета сплошное слились решетом. На плоской листве океания Расплавленных почек На дне буршующего обожания Малящихся вышине. Кустарника с густок не выжат. По клетке и влюбчивый клест С зерном так задорно не брыжет. Как жимолость, росыки звезды. Хочется, пап, Как в пулю сажают вторую пулю Или бьют на пари по свечке. Так этот раскат Берегов и улиц Петром разряжен без осечки. О, как он велик был, Как сеткой конвусий Покрылись железные щеки, Когда на Петровы глаза навернулись, Слезя их заливы в осоке. И к горлу Балтийские волны Как в коме тоски накатили, Когда им забвенье владело, Когда он знакомил С империей царства Край с краем. Нет времени У вдохновенья болота, Земля ли, Или море, Или лужа. Мне здесь сновидение явилось, И счеты сведусь с ним Сейчас же и тут же. Он тучами был, Как делами завален, В ненастье натянутый парус, Чертеж не щетину И ста готовален, Врезался царская ярость. В дверях над Невой В дверях над Невой На часах гайдуками Века пожирая стояли Шпалер бессонец В горячечном гаме Рубанков с настей и пищали И знали, не будет приема Ни мамок, ни дядек, Ни бар, ни холопий, Пока у него На чертежный подрамок Надеты в таежный топе. Хорошо. Ну так, я пытаюсь прочитать. Я давно не читал стихов наизусть вслух, Поэтому не обессудьте, если что. Но я попытаюсь передать, как я его понимаю, Как чувствую интонацию этого стихотворения. Стояли, как перед витриной, Почти запрудив тротуар, Сейчас. Тоже, видите, сбиваюсь. Понимаете, я понимаю, почему сложно читать С непривычки вслух. Если от зубов не отскакивает, То забываешь. Вроде ты его помнишь, это стихотворение, А потом сейчас вспомню. В машину, в машину, в машину. Дело в том, что когда учишь Пастернака, Он сам учится наизусть. Да, да, да. По смыслу, вот как бы картины какие-то Начинают возникать в сознании. И он как бы сам запоминается, да, Если он чисто вот как фильм, допустим. И вот это стихотворение тоже... Есть такое. Да, вот вспомнил. Стояли, как перед витриной, Почти запрудив тротуар, В машину, Носилки втолкнули в машину, В кабину вскочил санитар. И скорая помощь, минуя, Панели, подъезды, зевак, Сумятицу улиц ночную, Нырнула огнями во мрак. Милиция, улицы, лица Мелькали в свету фонаря. Покачивалась фельдшерица Со склянкою на шатыря. Шел дождь, И в приемном покое Уныло шумел водосток, Меж тем, как строка за строкою Морали опросный листок. Его положили у входа, Все в корпусе было полно, Разила парами иода, И с улицы дуло в окно. Окно обнимало квадратом Часть сада И небо клочок. К палатам, полам И халатам Присматривался новичок. Как вдруг Из расспросов сиделки, Покачивавшей головой, Он понял, Что из переделки Едва ли Он выйдет живой. Тогда он взглянул Благодарно В окно, За которым стена Была точно Искрой пожарной Из города Озарена. Там в зареве Рдела застава, И в оцвете города Клен Отмахивал клет Веткой корявой Больному Последний Нет, прощальный поклон. О, Господи, Как совершенные Дела твои Думал больной. Постели И люди И стены Ночь смерти И город ночной. Я принял Снотворного дозу И плачу Платок теребя. О, Боже, Волнение, слезы Мешают мне Видеть Тебя. Мне сладко Сейчас Мешают мне Видеть Тебя. Да, потрясающе, да? Потрясающе. Мне сладко При свете Неярком Чуть падающим На кровать Свой Себя И свой Жребий Подарком Бесценным Твоим Сознавать И последняя Астрофа Что же там? Мне сладко Подарком Бесценным Тебя Сознавать Кончаясь В больничной Кровати Или постели Постели Потому что там Рифма другая Кончаясь В больничной Постели Я чувствую Рук Твоих Жар Ты держишь Меня Как изделие И прячешь Как перстень Футляр Вот так Я вот сейчас Когда я его читал Я просто вспоминал Причем вспоминал Понимаете как? Что интересно Вот здесь Много очень действительно Сквозных образов Которые вот как-то Вот идут Идут Например Постели Вот вообще Смотрите Вот это Вот здесь Образ Как бы Вот строится Вот образ Вот в этом стихотворении Строится На протяжении всех Этих 13 строк Тут 13 строк 12 Вот Вообще У самого У Пастернака Как известно Вот за два Как-то года До написания Этого стихотворения У него был инфаркт И он пережил Как бы Ну смерть Или вот Ощущение Что вот Смерть должна И его вот Увезли в больницу В Боткинскую Кажется В Боткинской больнице Он там лежал И вот он лежал Именно вот Среди вот этих людей И как бы умирал Но не умер Потом он написал Письмо там Своему одному Знакомому Описал Я не помню Кому он сейчас Я как-то вот читал Тут наверное Комментарии есть Я просто в интернете Так гляну По-быстрому И вот он В этом стихотворении Он написал Собственно говоря Свои впечатления Вот этот Длинный коридор Выход в сад И это все Как бы Прочтить Даже теми Вот этими словами Вот этого стихотворения Описано Вот И такие Вот Комментатор пишет Что очень сильные образы Вот И стихотворение Как мы понимаем Религиозное Да И вот Собственно Вот в нем Как бы возникает Несколько образов Которые вот через Все вот это Стихотворение Проходят И которые Вот как бы Создают вот Образ Вот они не по отдельности От всего стихотворения Просто вот Вот это вот Потрясающе конечно Вот эта неслыханная Простота На самом деле Неслыханная сложность Потому что Вот за этой простотой На самом деле Встает вот этот вот Весь вот этот образ Вот этой больницы Вот человек Ну вот с ним случился удар, я не знаю, или инфаркт его хватил, вот он там падает на улице, как мы понимаем, и вот его везут в больницу, и вот это все так описывается подробно вроде, какие-то детали. И самое интересное, что вот многие слова, они переходят там, вот, например, допустим, покачивалась фельдшерица со склянкой на шатыря, да, такая строфа, через несколько строф появляется сиделка, покачивавшая головой, например, да, то есть потом вот эти сквозные улицы, улицы, сумятица улиц, потом милиция улиц, лица, вот это, да, опять литерация вот это, да, такое, создает такое настроение. И вот это все, вот эти, как бы, подробности, да, там, он видит, что там в больнице, тоже вот эти перечисления, да, такие, он видит там палаты, полы и халаты, да, а потом у него опять это перечисление возникает, когда он уже понимает, что сейчас умрет, да, и вот он начинает принимать, он не просто понимает, что он умрет, а он принимает смерть, да, и он как бы, не то чтобы он просто принимает, со смертью к нему приходит откровение к этому человеку, да, как бы, то есть вот откровение, и он чувствует, бога до жар твоих рук рук твоих шар он чувствует буквально то есть он его не видит там волнение слезы мешают увидеть тебя но при этом он чувствует жару его рук и чувствует себя изделие да там но я не знаю очень интересно так что вот начинается стихотворение с чего вот даже первая строчка вот как бы ну вот я не знаю вот именно уча наизусть да вот это стихотворение я как бы начал понимать вот весь смысл так сказать вот эту глубинную семантику того что собственно хочет поэт но мне как бы сказать ну просто прочитав это стихотворение пролетаешь через это ну то есть она тебя тоже она же меня зацепила когда я его прочитал да ну то есть вот строя ли как перед витриной вот первая даже строчка витрина да на самом деле тут как бы получается такая кольцевая композиция почему потому что стояли как перед витриной чего стояли у какого-то магазина перед каким-то магазином человек стоит открыто рот как перед витриной до перед витриной стоит и смотрит вот за это стекло да ну вот смотри да стекло а последняя строчка такая что ты держишь меня как изделие и прячешь как перстень футляр прячешь то есть я ухожу да то есть вот и в то же время вот ну чувствуется да вот это вот это как бы перекличка так сказать корреспондирует один образ витрины почему потому что потом его как бы там вот носи как там стояли как перед витриной почти забрудив тротуар то есть смотрели да зеваки да смотрели как бы на этого человека который упал носилки втолкнули в машину да в кабину вскочил санитар втолкнули эти то есть вот эти как гроб заталкивают тоже в машину чтобы его отвезти на кладбище то есть вот все стихотворение это репетиция на самом деле смерти то есть потом его везут да там вот мелькают там мелькает это сумятица улиц ночных да там вот покачивалась фельдшерица со склянкой вот интересно вот тоже образ ничего случайного стекло тут образ стекла тоже проходит через все стихотворение потом возникает окно то есть стекло граница то есть но я так понимаю что вот мир да как в котором мы все живем и бог откровение которого переживает вот этот лирический персонаж этого стихотворения герой стихотворения они отделены стеной да вот еще образ стены стена окно стекло окно это как бы но еще окно это икона там а как считается что это окно в потусторонние да то есть к богу да как вот это окно да обычно у нас иконы ну не знаю это у меня такой ассоциативный ряд возникает у нас иконы часто вот даже в домах стекло как бы раньше было принято закрывать да и собственно говоря в церквях то же самое и вот это вот окно в вечность до перед которым только оказывается этот персонаж ну вот и вот он ну он как бы просто но оказывается вот не обычная ситуация пережив вот этот вот приступ сердечный и потом вот как вдруг да как вдруг то есть вот идет идет да вот этот он присматривается вот к этим постелям к палатам постелям интересно да поначалу там панели были до панели подъезды зеваки да потом у него появляются появляются палаты, тоже вот, палаты, полы, постели, да, потом возникает, вот, приходит, он приходит, собственно говоря, к своей постели, к кровати, то есть, это вот кровать, вот это то, где он оказался. Сначала были носилки, которые столкнули, потом он оказался на кровати, и потом вот он, как вдруг, по расспросам сиделки, да, покачивавшие головой, он понял, что из переделки едва ли он выйдет живой, да, и тут вдруг начинается вот откровение, да, то есть, откровение, да, то есть, оно сразу начинается, как он только понял, что он умирает, он сразу, как бы, обращается к окну, то есть, вот они стены, да, вот этот мир, как бы, непроницаемый, а там, оказывается, мир проницаемый, окно все-таки оказывается выходом, да, окно, глаз, как бы, вот, опять же, да, туда, куда-то в потустороннее, и оно окрашивается светом, да, кстати, вот еще один образ, свет, то есть, постоянно вот, вот это слово варьируется, В свету фонаря Сначала скорая помощь едет Так и представляешь, как вот эта скорая помощь И там вот, я не знаю, картинки 50-х годов У скорой помощи такой фонарь большой И вот она вот этим фонарем Как бы разрывает Она, кстати, тоже нырнула во мглу То есть тоже как вот гроб падает Он ныряет в эту могилу И вот эта вот машина тоже, она ныряет во мглу Во мглу То есть куда-то туда, в могилу То есть мы понимаем, что вот это движение Туда-куда-то, да, в потустороннее Оно во всем этом стихотворении Носилки втолкнули во внутрь машины Там санитар вскочил Потом машина движется во мглу Не движется, она ныряет во мглу Потом его там привозят в эту Уныло шумел водосток Меж тем, как строка за строкою Морала опросный листок Там его положили у входа Блин, слово такое тоже То есть вход Мы понимаем, что он у входа оказался У входа в другую жизнь, да То есть, ну, раз Бог существует, значит, он Вот в царстве небесное Находится у входа Пока он просто у входа У входа в эту, как бы, в коридоре, в больницу, да, у входа Его положили у входа Там, что там дальше Все было, все в корпусе было полно Розило, опять вот эти бытовые какие-то подробности, да, розило парами иода И с улицы дуло в окно, да, дуло, о, уже опять появляется, да Потом он, как бы, вот осознает вот это то, что вот он сейчас умрет Да, и начинается, вот его, как бы, ну, он переживает откровения опять в этих зримых образах То есть, свет города, да, там, бросает на стену, на стену вот этот, как бы, искра пожара, да То есть, что-то живое, как бы, возникает И вот этот анимализм возникает знаменитый Пастернака, когда все оживает То есть, клен отвешивает прощальный поклон Ему, как живой, да, отвешивает А он уже начинает просто, вот, этот персонаж Тут, как бы, начинается речь от первого лица Персонаж, вот, начинает говорить, как бы, от себя, да То есть, сначала, вот, Пастернак использует местоимение он А потом он переходит на я То есть, неожиданно И последние четыре страфы, это я, да То есть, персонаж, просто, мы вот, сталкиваемся с ним И вот он опять про этот свет, опять про эту постель, да То есть, он все принимает, да Вот, ему завидуют, что человек, что он умирает, так сказать, не в агонии какой-то А вот в светлом таком вот состоянии, ну, как умиления, я не знаю Умиление, даже, не знаю, умиление, принятие, да Принятие вот этого, вот, факта Благости, да А благости в такую То есть, вот То есть, опять он видит эти, что он там видит, вот, стена, да То есть, была, как, озарена, да, там, вот, вот эта строфа там, не помню какая Вот такая вот, то есть, окно, за которой стена, да, была точно искрой пожарной из города озарена Не просто стена, она озарена, то есть, теплом каким-то Вот это откровение уже появляется, да, сразу Сразу, то есть, вот, как только он осознал, что он умирает Сразу, ну, не просто присматривается уже А он уже, как бы, все это понимает, осознает И там, и вот, тут это от первого лица То есть, получается, что я, я принял снотворного дозу, да, то есть, все, я сейчас усну и умру На самом деле, он уснет и умрет, да Я принял снотворного дозу и плачу, платок теребя О, Боже, как там, волнение, слезы мешают мне видеть тебя, да Мешают мне видеть тебя Мне сладко, при свете неярком, чуть падающим на кровать Себя и свой жребий подарком бесценным твоим сознавать То есть, уже подарок, опять этот перстень, да, возникает То есть, человек, мертвый человек, это, как бы, некое законченное Все, ну, как бы, ну, вот То есть, когда он живет, его Бог держит, да Он изделие То есть, ну, что-то вот такое вот А потом, когда он умирает, ну, просто, ему ничего не остается Как его положить в этот кутляк И все, как бы, жизнь закончена, да, ископатель, да, что-то Ну, так я интерпретирую И все, и вот, и, собственно, на это все заканчивается И такое вот жесткое, я бы сказал, такое Жесткая такая концовка Кончаясь, да, в больничной постели То есть, вот здесь вот такое Никакого умиления нет, да То есть, не чувствуется Это досада, кончаясь Нет, нет, просто такая жесткая констатация Кончаясь в больничной постели Я чувствую рук твоих жар А вот вторая строчка, как бы, опровергает первую То есть, вот эта холодная такая жесткая строчка Провергается Да, да, я чувствую рук твоих жар Ты держишь меня, как изделие И прячешь, как перстень, футляр Интересно, что Пастернак не боится вот этих даже сравнений Которые вроде бы, как, ну, таких повторов, да А потому что все строится на повторе И тут уже повтор не воспринимается, как какая-то Это вот и есть прием, да То есть, это как вот, как прячется в тумане местность То есть, помните, да, ну, вот это что такое, что такое местность Ну, что за слово, ну, кажется, вот А вот у него оно органично, как бы, воспринимается И на самом деле, как даже преодоление вот этого слова, да То есть, это некий вызов читателю А вот, знаете, там, как Пушкин говорил Ловите рифму Роза Да? Мороза? Роза Ты, читатель, ждешь уж рифму Роза А читатель ждет уже рифму А ты уже, так, читатель уже ждет рифму местность, да И раз, и Пастернак говорит, на тебе местность Читатель уже ждет рифму неуместность А Пастернак дает ему рифму местность Это смелость, как бы Даже не то, что смелость, это уверенность в собственных силах То есть, вот это вот ученичество, ученичество символизма Потом, как бы, свой собственный прорыв там я не знаю семнадцатого там года допустим там сестра моя жизнь стихи поэма там лейтенант шмидт там и так далее все это трудно а потом эти стихи как бы вроде как внешне простые на самом деле такая уверенность в себе уже как в поэте что можно уже использовать и рифму местность и можно внешне создавать хотя мы знаем у пастернака десятки вариантов то есть если смотреть варианты то есть он работал ты на стихами по полгода одно стихотворение полгода писал и там один вариант не уступает другому если филологически просто смотреть академические издания одно и то же стихотворение имеет ну ну не десятки ладно три четыре и когда начинаешь эти варианты читать они ничего редакции да вот который он от которых он отказался они ничем не уступают даже интересно да да так читают потрясающе когда первая редакция и кажется и лучше 2 вот читатель кажется а вот он выбрал только но читатель и что кажется читатель обычно другие редакции не читает правильно не на мы от заглядывает какой талантный читатель бывает обычно читают канонические И те, которые он, собственно, оставил И которые приняты печать А те остаются в комментариях Да и то в академических изданиях Обычно это популярное издание Это понятно, что это огромная работа Но я думаю, что все-таки наша передача подошла к концу И мы можем пожелать только одного Принимать ежедневно По пять капель пастернаги